Главное к этому часу из-за спецопераций на Украине Росавиация приостановила работу 12 российских аэропортов. В Новом Уренгое открыты пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Стартовал прием заявок в детские оздоровительные центры Тюмени для новуренгойских школьников. А теперь подробнее. Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе. 24 февраля в 6 утра федеральные телеканалы показали обращение президента к нациям. Напомню, ранее 21 февраля Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской независимых республик. А на следующий день главы ДНР и ЛНР попросили Россию помочь отразить агрессию украинских властей. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денисификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. В тот же день в СМИ появились сообщения о взрывах на территории Украины. Минобороны России заявило, что с помощью высокоточных средств поражения удалось вывести из строя украинскую инфраструктуру ПВО, военные аэродромы и авиацию. Мирному населению ничего не угрожает, заявили в министерстве. Украина ввела военное положение, режим ЧАЭС также объявлен в приграничных областях России, а также некоторых других граничащих с Украиной государствах. Утром в ООН провели экстренное заседание Совета безопасности, запланирована встреча и в НАТО. США и Евросоюз собираются ввести жесткие санкции против России. Некоторые страны уже объявили о готовности помочь Украине и заявляют о намерениях решительно ответить на действия России. Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивали. На фоне проведения специальной военной операции России на Донбассе на мировых биржах произошел обвал рубля. В первый раз сильное падение валюты случилось после признания независимости ДНР и ЛНР. 21 февраля курс доллара достиг 80 рублей, а евро — 90. После объявления начала военной операции падение рубля ускорилось. На момент открытия московской биржи доллар торговался уже по 84, евро — по 95. Дальше все только ухудшалось, рубль упал до установленных Мосбиржей границ, и торги остановили. Через некоторое время торговлю опять открыли, затем вновь закрыли. Курс российской национальной валюты так и не стабилизировался в течение всего дня. Сложившаяся ситуация повлияла и на стоимость акций российских компаний. Среди лидеров падения акций ВТБ и Сбербанка в среднем они упали на 30%. В отделениях российских банков и доллары, и евро продают дороже 100 рублей. Официальный журнал Евросоюза опубликовал список россиян, которые попали под санкции ЕС за признание России независимости ДНР и ЛНР. Персонами Нонграда стали более 300 человек. Это депутаты, бизнесмены, официальные представители различных ведомств, в том числе и члены их семей. Под санкциями оказался депутат Государственной Думы от Ямала Дмитрий Погорелый, так как он голосовал за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Это, по мнению Евросоюза, подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Фигурантам списка запрещается въезд в ЕС, их активы в Европе заморозят. Из-за спецопераций на Украине до 2 марта закрыто воздушное пространство над Ростовской областью. Росавиация объявила о приостановлении работы 12 аэропортов в городах. Ростов, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. Авиакомпаниям пришлось массово отменять рейсы в эти города, граничащие с Украиной. Так, например, три утренних самолета, летевшие в Ростов-на-Дону, вынуждены были приземляться на запасных аэродромах Саратова и Москвы. До особых указаний остановлено судоходство в Азовском море. Пассажиры авиакомпании «Ямал», которые собирались вылетать в Краснодар в период с 24 февраля по 2 марта, могут оформить полный возврат стоимости билета за отмененные рейсы или же переоформить его на другую дату. Ростуризм сообщил, россияне, чьи туры должны были начинаться из закрытых до 2 марта аэропортов, могут аннулировать свои путевки с полным возвратом всех уплаченных средств, либо перенести вылет из Москвы. В Новом Уренгое открылись пункты сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Помочь людям может любой желающий. Для этого нужно передать для беженцев средства гигиены, детское питание, одноразовую посуду, сухпайки, воду, консервы. В северной части города пункт сбора находится в отделении партии «Единая Россия». Он открыт ежедневно с 9 утра до 6 вечера. В южной части помощь собирают в молодежном клубе «Оптимист». Здесь вещи принимают со вторника по воскресенье с 9 утра до 18 часов. Также ямальцы могут присоединиться к волонтерам. Для этого нужно подать заявку на сайте мывместе.рф. Здесь же можно перевести пожертвования в адрес вынужденных переселенцев с территории ДНР и ЛНР. Занимаются сбором гуманитарной помощи для беженцев и предприятия Нового Уренгоя. Так, руководство общества Уренгоя Горэлектросеть выделило деньги на закупку необходимых товаров. Магазины пошли навстречу и оперативно собирают то, что понадобится людям в первую очередь. По предложению главы города и администрации об оказании помощи эвакуированным ЛНР и ДНР, наша организация в оперативном порядке приобрела необходимые товары для помощи. То есть это подушки, одеяло, полотенце, постельное белье, также бытовая химия. Также для беженцев приобретут бытовую технику, чайники, компактные электроплиты, микроволновки, мультиварки. Первую партию покупок уже выгрузили во временный склад. Чуть позже все вещи централизованно отправят нуждающимся. Из всех уголовных дел, которые приходится расследовать правоохранителям Нового Уренгоя, на первом месте посягательство против собственности. Затем идут преступления, связанные с поддельными документами. На третьей строчке незаконный оборот наркотических средств. Эту информацию озвучили на очередном заседании городской думы. Начальник Нового Уренгоя МВД Дмитрий Соловьев рассказал, уровень преступности в 2021 году снизился на 15%. Уменьшилось количество убийств и грабежей. Из незаконного оборота по оконченным уголовным делам изъято почти 5 килограмм наркотиков. Для сравнения, в 2020 году было изъято килограмм 800. Из общей массы наркотических веществ, изъятых в Молниенском автономном округе, это 16 килограмм. То есть наших получается 30%. Эти преступления, все понимаете, носят латентный характер, то есть скрытые. Выявлять их необходимо. Никто не приходит, заявления не пишет. Наркотизация населения, к сожалению, на территории Нового Уренгоя, мы вынуждены констатировать, растет. То есть есть и количество потребителей, и, соответственно, если есть спрос, он рождает предложение. Наркосбытчики, так называемые, на территории города Нового Уренгоя приезжают постоянно. Говорили на заседании не только о преступлениях, так и льготным категориям школьников предложили выдавать сухпайки. Их смогут получать дети с ограниченными возможностями здоровья, а также ученики коррекционной и кадетской школы. За третью неделю февраля на Ямале выявили 14,5 тысяч случаев ОРВИ. На этот раз обошлось без гриппа. По данным Окружного управления Роспотребнадзора, госпитализировано 132 пациента, из них 60 – это дети. Больных коронавирусом за неделю врачи насчитали почти 13 тысяч человек. Что касается суточных данных по заболеваемости COVID-19, то на 24 февраля на Ямале наблюдается значительное снижение количества инфицированных. 972 человека в противовес почти полутора тысячам днем ранее. Один пациент погиб, 52 – в тяжелом состоянии. Меньше стало и заболеваний коронавирусом по России в целом. За последние сутки этот диагноз получили почти 133 тысячи человек. Данные по погибшим держатся на прежнем уровне. На этот раз не справились с течением болезни около 800 россиян. За неделю в России вновь выросли цены на бензин примерно на 3 копейки. Об этом сообщает Росстат. Сейчас топливо в среднем обойдется водителям в 50 рублей 91 копейку, а дизель стоит 54,90. Статисты подсчитали, что цены поднялись в 24 регионах России и в 7 субъектах наоборот снизились. Больше всего подешевело автомобильное топливо на Ямале на 0,6%. Для сравнения, в Москве заправиться бензином 92 марки можно по цене от 46 до 49 рублей. В Новом Уренгое за него придется заплатить не менее 51 рубля. В Санкт-Петербурге 95-й можно купить и за 50 рублей, без учета копеек. В газовой столице за такую заправку придется выложить почти 54 рубля за литр. В администрации Нового Уренгоя рассказали о планах на социальную газификацию. В городе в этом году подведут газ к трем десяткам участков. Заявление подали как собственники с индивидуальным жилищным строительством, так и юридические лица, представители дачных и садовых товариществ. В компании Нового Уренгоя Межрайгаз рассказали, одно из товариществ уже подключили к сетям газоснабжения, к трем магистральный газопровод подведен до границ. На территории ДНТ и СНТ собственники уже сами решают вопрос со строительством газораспределительной сети. Льготникам из окружного бюджета окажут меры социальной поддержки, компенсировав часть затрат. Соцвыплата составит 100 тысяч рублей. 24 февраля начался прием заявок в детские оздоровительно-образовательные центры Тюмени, Серебряный Бор и Олимпийская Ребячка. Заявления принимаются в два этапа. Первый с 24 по 27 февраля для льготных категорий. Подать документы на общих основаниях можно с 28 февраля. Отдохнуть в лагерях смогут дети с 7 до 17 лет. Записаться нужно на сайте leta.inao.ru. Дополнительную информацию можно узнать по телефону, указанному на экране. Далее новости для абонентов Сигма КТВ. Провайдер запустил три новых канала. На 67-й кнопке вы найдете фильмы ужасов, страшно интересные новинки, плюс два раза в месяц эксклюзивные премьеры прямиком с кинопрокатов. Для самых маленьких телезрителей на 86-м канале появился Малыш ТВ с развлекательными и обучающими программами, а также зарубежными мультсериалами. О любителям истории по душе придется 134-я кнопка. Это телеканал для всех, кто следит за ходом времени и его событиями.